привет привет девочки готовлю кофе как-то осенью конечно возвращаешься к кофе если честно не хватает так значит сейчас у нас вот такой вот кофе находится в приготовлении она у нас в принципе уже не в первый раз это итальянская я вам его хвалила вот часто я последнее время его покупаю и финской кофе президенте еще на работе был такой небольшой презенте и выдали нам в общем подарили по шоколадке тоже пачку кофе ну финны в общем-то кофеманы вот но я уже убрала него достаточно высоко в принципе поэтому не могу показать что там у меня за кофе но как только это закончится и я начну топить я конечно же обязательно вам сразу покажу его скажу вкусно и невкусно и нравится либо не нравится также на поездке дня вот много приобрела слив желтых вот и сейчас хочу их вымыть тут еще является так некоторое количество всего и котлетки тоже приготовила рис у нас еще остался с прошлого раза то есть рис наверное завтра с котлетками доедем но котлетки останутся у нас еще на и на послезавтра но она послезавтра тогда мы приготовим либо может быть макароны либо рис пасхоне риса гречку посмотрим то что сейчас жду пока они остынут вот и приготовлю себе кофе уж очень очень хочется кофе каждый день будет дождь какое-то настроение депрессивно тяжелое без кофе в общем-то никуда тем более что сейчас покажу какая вкусняшка у меня есть это торт наполеон в принципе я сама умею готовить вкусно получается так не видно немножко ну в общем то поверьте на слово что это торт наполеон купили тоже сможем какое-то количество скушали ну и ну как вы видите много очень осталось сейчас отрежу себе кусочек и чашечкой кофе это будет просто объедение боже мой чем больше с вами разговариваю тем больше начинается дождик хотя вроде бы на камеру не видно что какой-то большой но поверьте на слово действительно большой но если так уж честно и откровенно я люблю дождь я люблю ходить под дождем без зонта у меня мама тоже в нем по жизни никогда не было зонтика вот конечно когда сильно уж большой дождь я всегда беру зонт вот потому что она без него никак за минуту можно промокнуть насквозь но вообще честно я люблю дождь я люблю такую погоду и люблю ходить без зонтика но когда она просто каждый день кто конечно быстро надо едает ладненько все нужно мне залить воду еще и буду ждать приготовления кофе сейчас готовится я несколько часов назад вымыла посуду но уже в принципе обсухло с большего поэтому нужно мне сейчас полотенчика вообще отсюда убрать и вот когда мыла заметила вот такую штуку смотрите как вам показать во френч прессе боже мой как же показать вот так вот внутри я не поняла что это такое девчонки это может быть материал какой-то не очень хороший и как бы все уже франч пресс мы вышел из строя либо что это если знаете напишите потому что здесь внутри как вы знаете все всегда находится только водичка то есть потом сверху ставишь здесь кофе и кофе уже вот верхнюю часть потом когда готовится и поэтому что это такое там если скажу что что-то пригорело нет сюда никогда ничего не попадало кроме воды вот и напишите знаете ли вы вообще что это и можно ли использовать дальше потому что как-то я засомневалась как бы не знаю в моих знакомых не около общем то спросил поэтому обязательно напишите мне если вы знаете что я пока пить из него кофе не буду я сейчас одна дома и даже достала кофеварку большую они френч пресс как обычно пустые когда дом я тогда френч пресс использую вот но сейчас прямо побаиваюсь его использовать может быть металл плохой хотелось здесь очень хорошо все отлично либо может быть просто от плиты потемнело не знаю девчонки если обладаете информацией пожалуйста напишите поделитесь я было показать еще что для кофе вот такие вот сливки использую покупаю 10 процентные они специально вот называются феняди кахви керма то есть это специально сливки для кофе также если вам нужны жирные сливки например для выпечки но они такие обычно бела в красных упаковках там по моему проценту жирности 30 либо что-то около этого так что если приезжаете феняди знаете что вот эти сливки как бы идут специально для кофе вот все мой кофе очень готово сейчас заливая сливками буду пить люби сахаром потому что торт немного сладковатый сливок много люблю ну и вообще кофе в чай вообще никогда не добавляю сахара ну и в кофе тоже как-то редко стал стою сейчас на остановке жду автобус вот так вот у нас выглядит в моем городе месячный билет здесь написано 30 дней по идее тут нужно еще писать имя фамилия но они как бы не пишут потому что когда мне будет не нужен я его сдам и там 5 или сколько евро получу обратно знаками здесь обозначают остановку больше ничего нет через дорогу вот в принципе обычная остановка то есть по-разному бывает вообще погода не очень но мне нужно съездить в больницу капает дождик посмотрим как будет дальше знаете конечно же я не взяла но радует то что дождь очень маленький прикол в том что автобус не пришел это вот нормально сейчас посмотрю время может быть я ошиблась вообще на остановку пришла я без пяти двенадцать автобус должен быть 12 часов сейчас посмотрим вот он расписание будний день 12 может он пришел рано но я без четырех пришла на остановку следующую 12 30 короче жесть вот это вот финляндия называется и это уже не в первый раз такое ну что делать иду домой мокнуть тоже не хочется пойду как раз антик возьму вообще я в шоке помогите мне пожалуйста ну что попытка номер два вот такие мужа пузатенькие и девчонки просили чтобы я в кадре появилась вот вот такие мужа большие кстати вот так вот выглядит эта кофточка который я вам показывал прошлый раз мне очень нравится на большой живот она действительно сидит ну я не знаю я бы сказала великолепно не знаю насколько камера это передает давайте может боком больше повернуть вот на самом деле живот очень очень большой и действительно она села настолько классно что прям вообще мне прям очень очень нравится я довольна ну что пойду опять на автобус а то боюсь что то ли я пропущу то ли он опять не приедет да вот так вот бывает у нас финляндии как здесь у нас красиво смотрите мне прям очень нравится здесь уже не очень мне очень нравится Ну что, у меня обратный путь Сейчас опять на остановке сижу, жду И вот в тот магазин Только что заходили Особо не снимала, потому что опаздывала на автобус Ну я так думала, оказывается Еще 5 минут ждать Все, едем домой И посмотрим, какие дальше у меня будут планы На сегодня Вот такой вот рис купила В принципе, один из самых дешевых, наверное Которые были в этом супермаркете Вот, я обычно такой, знаете, удлиненный люблю рис Вот, но Так как В принципе, я решила, что буду делать Фаршированный перец Вот, я решила, что В принципе, не важно, можно и не переплачивать Можно взять, в принципе, рис Подешевле И посмотрим, как он, в общем-то, будет в использовании Первый раз его, если честно, покупаю Сейчас начну готовить Рис Пришел сегодня заказ один Это вот такой вот Как это он по-русски называется В общем-то, измерять температуру И сейчас поставили две батарейки Проверили И нужно мне отметить Что товар пришел И все в порядке В принципе, отзыв никакой писать не буду Потому что именно у этого продавца Отзывов как раз-таки много Так Еще заново зайду Вот, термометр он называется Вот такая вот у него цена Я находила и дороже Ну, ссылочку, конечно, я вам оставлю Кому интересно Я все-таки посчитала, что для малыша Это будет идеальный вариант Измерения температуры Вот так вот это все выглядит Правда, здесь коробка нарисована Пришел он не в коробке Вот, мы с мужем, конечно же, уже попробовали Здесь вот есть отзывы Вы посмотрите 6 965 То есть вы можете нажать на отзывы Можете выбрать с фотографии Без фотографии Вот То есть я, конечно, перед покупкой Много отзывов прочитала Вот И честно, осталось пока На данный момент довольно Когда появится малыш Конечно, я посмотрю Насколько все-таки эта штука хороша Ну, давайте сейчас покажу Как это все выглядит вживую Ну, вот Вот так вот, в принципе, было все запаковано Классная упаковка Ну, и сверху, знаете, обычный такой Так, я включила случайно Ну, и сверху обычный такой конверт Далее была инструкция Она на английском Только на английском Таким вот образом она выглядит Вот Не знаю, я особо как бы во все это не вникала Вот знаю, что на эту кнопочку нажимаешь Вот так вот Он включается Ну, вот видите, как бы Температуру дивана, естественно, нельзя померить Так, сейчас я к руке Вот 36,5 показывает на моей руке температура И вот так вот все это выглядит Но на самом деле Одно нажатие, одна секунда Температура измерена Если он еще и измеряет действительно правильную То это, конечно, просто находка Особенно для малышей Которым, в принципе, обычный термометр Сложно поставить Чтоб они высидели Ну, упаковка, да Не было здесь картонной вот такой коробочки Как там нарисовано Но она зато вот эта качественная Классная Во-первых, я ее еле раскрыла Во-вторых, она действительно вот воздухом надутая Такая очень толстая, плотная Класс Так что, если что-то такое ищете Подобное я вам советую Перец уже зафоршировала Сделала отложенный старт В принципе, сделала 4 таких Так, тут сеним 4 больших штуки И готовить буду сегодня просто в воде Потому что уже поздно И как-то хочется отдохнуть Не хочу уже даже сметану с томатной пастой мешать Вот И сделала отложенный старт Чтобы на завтра муж встал Горяченький С собой на работу взял Вот, в принципе, это и все на сегодня Так что пойду, наверное, отдыхать Может быть, еще положу немножко на Алиэкспресс И, наверное, сделаю маникюр Потому что вот Никакого лака у меня нет А очень бы хотелось Поставила овощи Думаю, сделать селедку под шубой Давно мы не делали, сможем И как раз есть у нас форшмак Ну, те, кто живет в Беларуси Вы понимаете, о чем я говорю Кому-то это нравится Кому-то не нравится Но нам вот сможем Само большее Вот селедка по вкусу нравится Когда есть форшмак Вот А еще я где-то идею такую посмотрела Что можно в селедку под шубу Сейчас в холодильник полезу Добавить вот еще такую Скумбрию копченую Ну, конечно, это такая некая роскошь Но она как бы вкус придает Несколько раз я уже так делала Вы знаете, мне понравилось Так что Сегодня, может быть, тоже так сделаем Но пока точно не могу сказать Вот Жду мужа И уже потом с ним будем Так В общем-то все это смотреть Он мне сегодня будет помогать Просто делать селедку под шубу Ну, воды вроде бы достаточно Так что пока оставляю в покое И займусь немножко, наверное, уборкой И, в общем-то, такой ленивый ужин Сейчас сделаю тоже Вот эти вот блинчики покупали В эстонском магазине Я всегда в видео говорю В русском магазине Но вообще-то, правильно говорить Эстонский магазин Потому что, по-моему, и держат эстонцы И привозится все из Эстонии Ну, есть там, конечно И, кстати, белорусские товары Я там нашла косметику белорусскую И российские товары Вот, поэтому все-таки Ну, как бы называю русский магазин Я такие блинчики уже кушала Вы знаете, мне понравились И здесь у нас осталось Четыре штучки Сейчас Упс Вот такие вот они Небольшие совсем Внутри творог И это все не сладкое То есть мне действительно понравилось Сейчас сковорода нагревается На небольшом количестве масла Немножечко подогреть Обжарить как бы с двух сторон И все И с чашкой кофе Будет очень даже хорошо Эти речки на самом деле Вот эти очень вкусные Классные Думаю, сейчас малыш Ну, не сейчас Скоро уже появится у нас Времени, конечно, на готовку Намного меньше станет Особенно, мне кажется Он может быть в первый месяц Потому что он такой еще Знаете, будем знакомиться с малышом Он с нами Привыкать друг к другу И вот эта, конечно, идея будет очень классная То есть если вы любите такое вот Ну и нормально смотрите на то Чтобы покупать вот эти полуфабрикаты То идея классная Здесь вот насобирался у нас целый уже пакет картона Уже даже некуда убрать Так что сегодня пойдем вечером гулять с мужем Нужно будет его выбросить Вот, так что я, например Достала здесь все И не закрыла О, кстати Забыла вам показать пока Как у меня здесь все расположено Вот эту вот бутылку Не знаю С места на место перекладываю И, в общем-то, не могу найти ей никак места Вот И тогда, когда я вам показывала Что здесь немножко там Пыталась какую-то перестановку сделать Придумать Но вот пока придумала только вот так вот хранение То есть они у меня вот эти два набора разных Верхний киевский А вот этот вот нижний Что тебе мне дарила в покупках? Ну, покажу Потому что еще не делала я покупки Вот То есть они как бы разные Как вы видите по корме Но неплохо так это В принципе здесь стоят Я, честно говоря, чаще пользуюсь теми вот тарелками Которые сзади Вот Но никак вот эти вот Спереди тарелки Они мне никак не мешают То есть я спокойно могу себе взять И, в общем-то, все это Делается у меня без проблем Пока это выглядит так Вот Не знаю Останется, не останется Будем смотреть, в общем-то, по обстоятельствам Вот Представляете Сделала 4 блинчика Пожарила Муж сказал А я не буду Вот Ну, не пропадать же добро В общем, не знаю Съем, не съем 4 Вроде бы они, кажется, не очень большими Но все равно Все-таки сытные, я бы сказала Плюс еще чашка кофе В принципе, мне кажется Достаточно много получится Ну, не съем Оставлю Ничего страшного Так что у меня сейчас такая кофе-пауза Ну, а потом займусь уже Уж наверняка и точно домашними делами Привет-привет, девочки Хочу сейчас ходить В общем-то, совместить приятное с полезным Я иду сейчас опять в больницу И попутно, в общем-то, погуляю То есть не на автобусе, не на машине А именно пешком И вот, впервые надела Вот эту кофточку Что я вам показала в прошлом влоге В покупках Тот, кто в Финляндии Думаю, вам будет полезно Потому что ее в Ачендеме можно купить Хотя, может быть, и в других странах тоже Вот смотрите У меня действительно Я не просто так говорю Потому что у меня очень большой живот Это на самом деле так Это он просто Он не просто огромный Он, я не знаю Все думают И некоторые финны спрашивают У тебя двойник Потому что живот очень большой Либо некоторые думают Что мне уже вот-вот рожать То есть, ну, настолько Я не знаю Камера вам передает То, что он у меня такой огромный Но это так И вот вы посмотрите Даже на таком огромном животе Как классно сидит Эта кофточка За счет Вот этого такого вот За счет этой стяжки Такого вот скопления здесь То есть, ну, я не знаю Мне очень нравится Вот так вот Если смотреть не особо понятно Но зато сбоку действительно видно И понятно Что сидит очень хорошо Так что все Я буду выходить Не хочу терять время И тем более у меня сейчас такое, знаете Движение очень медленное Я сейчас совсем не быстро Так что выхожу заранее И поду потихонечку Если что-то будет интересное по дороге Я вам покажу Но вообще сейчас осень Очень красиво Так что, скорее всего, что-нибудь покажу У нас вот здесь парковочные места есть Так, сейчас режу Тут нельзя идти, но пойду Вот, и недавно Нашу парковку выкупила фирма Есть в нашем городе фирма У которой, я так поняла Много парковок Я могу ошибаться Но насколько я поняла Вот, и В общем-то Чтобы ставить машину Я так поняла Нужно заплатить Вот, и сделать договор Муж написал Узнал Спросил Как это возможно Где Вот И нужно идти в эту фирму В общем-то Через интернет Никак этот договор не заключается Но фирма работает То ли до 4-х То ли до 5-ти В будний день А муж мой Всегда до 6-ти То есть у него Никак не получается Это сделать Машина оформлена на него Но я взяла документы И После больницы Мне нужно будет Еще туда зайти Смотрите Какая красота Здесь Вау Ну что, девочки Полпути пройдено Но я подустала Смотрите-ка Здесь детская площадка И такой знак Что с собаками Сюда нельзя Вот так вот выглядит Одна из детских площадок Там в конце И скамеечка И я планирую Немножко там посидеть Хотя бы минутки 3 Вот Потому что реально Я уже Все Запыхалась Вот такое Вот здесь Вторые качельки Стоят И здесь Частные дома Рядышком Песочница есть В общем-то Деткам есть Где Погулять Все Отдыхаем Ой Тут грязно Отдыхаем Идем дальше Кстати Пока сижу Хочу сказать Девчонки Спасибо большое Многие поздравили Что мы ждем малыша Многие написали Ой мы так и догадывались Вот у тебя были оговорочки У тебя там еще что-то было Но все равно Поздравляем Вот Так что Ну Конечно Очень приятно Получать такие поздравления Искренне Ваши такие Добрые слова Приятно Очень читать Так что Всем большое Большое спасибо Я всем и каждому Ответила в комментариях Вот Лично поблагодарила Ну и здесь В общем-то Тоже хочу сказать Всем большое спасибо Вы у меня Большие молодцы То есть Действительно Настолько Все Настолько теплые Зрители Настолько хорошие Мне очень-очень приятно Потому что Негативных комментариев Мало И как правило Это какие-то такие Залетные Непонятные люди Непонятно Непонятно Что они ищут И вообще Непонятно Как они Попали на мой канал Вот Ну а вообще Вот прям Именно мои Зрители Я Я очень-очень Вами довольна Что Настолько у нас С вами теплое Хорошее Взаимное Общение Получается В общем-то Немножко Я здесь Уже Посидела Отдохнула Видите Солнышко Светит Хорошо Вот Ну и сейчас Буду продолжать Свой путь дальше Смотрите Какая красота Иду Просто Илюбуюсь Но боюсь Чтобы дождь Не начался Потому что Зонтик Конечно Я с собой Не взяла Очень красиво Ой Класс И здесь Тоже красиво В общем-то Осень Я люблю Она такая Яркая Красочная Красивая Так Так что Могу бесконечно Вам показывать Пейзажи Я уже в больнице Для беременных И для деток Сижу Что Вот там Пеленальный Столик Вот это Туалет В котором Анализы Ты отдаешь И вам показывала Здесь Лаборатория Там через окошко Берут Эти анализы Делают Здесь Вот туалет Для персонала Здесь Просто туалет Для посетителей Вот там То есть Специально Туалет Для анализов Вот Так все Это выглядит Даже в этом Туалете Тоже Есть столик Для пеленания Ну и Как вы видите Вот там Внутри На первой полке Одноразовой Пеленки Я думаю Что и подгузники Тоже здесь Есть Тут вот Кто-то играл Ну сейчас Никого нет Телевизор Микроволновка Даже Стульчики В общем Все что угодно И когда заходишь Там есть Сразу Вешалка Нужно Разуться То есть Здесь Все ходят Так вот Босиком Не загрязняют Потому что Детки могут И ползать И бегать В общем Классно Радио Играет И вот Такие Сиденья На котором Я сижу В общем Как-то Так Очень Классно У нас Например В Беларуси Такого Нет А здесь Это Очень Здорово Мне Нравится Давайте Покажу Все-таки Туалет Тоже Для Посетителей Который Обычный Тоже Пеленальный Столик Здесь Мыло Жидко Салфетки Вытирать Все Что Нужно В общем Класс И опять Пеленальный Столик Про который Я вам Говорила Ну что Девочки Мои Я уже Дома И Уже Успела Поговорить По телефону И с мужем И с подружкой И с мамой Вот Немножко Отдохнула Потому что Все-таки Прошла Сегодня Километров 8 Если не Больше И забыла Вам показать Я же Готовила Под шубу Вот так Вот она Выглядит Получилось У меня Из тех Ингредиентов Два Таких Контейнера Икеевских И вот так Вот выглядят У нас Слои Вот Думаю Нужно Показать Потому что Показывала В начале Влога Что готовлю Но не в начале Как-то Совсем Недавно Вот И Не показала Все-таки Мой итог Так что Вот Сейчас Вот так Вам показала Чему Очень рада Сегодня Еще занималась Мытьем Игрушек Нам Друзья Целый пакет Отдали Игрушек И музыкальные И такие Вот Обычные Развивающие В общем Конечно Были Они Ну как сказать Может быть Не очень Такие чистые Все-таки Детки Играли Уже Уже Ну Просто Я Сначала Замочила В воде Вымыла Сейчас Они Сохнут И В принципе Чистые Все А те Которые Музыкальные Я так Замочить Не могу Ну В общем То Вымыть С водой И со Средством Не могу А может Быть Могу Я не знаю У кого есть Опыт В этом плане Подскажите Монтировала Только что Видео Сейчас В общем То Поставила То есть Я уже Смонтировала Поставила На загрузку И Решила Перебрать Свои лаки В связи С тем Что Ну Все-таки Будет Малыш И Хочу Сделать Такой Знаете Серьезный Подход К лакам То есть Действительно Ставить То Что Мне Очень Нравится То Что Хорошо Работает То Что Знаете На то Что Много Времени Не Нужно Почему Я Так Решила Сегодня Делала Маникюр Вот Пока Монтировала Заодно Делала Маникюр Я Не Знаю Вы Может Быть Не Увидите Вот На Этом Пальце Ну И Вообще Не Только На Этом Немножко Какие То Есть Просветы Несмотря На То Что Лак В Принципе Был Нанесен В Два Слоя Очень Сам По Себе Он Красивый Вот Этот Лак Я Его В Принципе Любила Носила Это Эссенс Так И Номер У Номер 02 Но Я Поняла Что Ну Пришла К Такой Мысли Все Таки Малыш Появится И В Трисло Я Уж Точно Его Наносить Не Буду Времени У Не 100% Не Будет Особенно Первый Месяц Наверное На То Чтобы Наносить Лак По У меня Будет Пропадать Я Лучше Подарю Родственникам Вот Поэтому Вот Этот Лак Точно 100% Я Сейчас Отложу Дальше Нужно Покопаться В общем То Поискать Вот Этот Вот Еще У меня Под Сомнением То Ему Тоже Иногда Бывает Что Полосит Но Посмотрим Еще Все Таки Раз Нанесу Там Будет Видно Вот Этот Хочу Разбавить И До И И И Пользовать Вот Этот Давно Не Наносила Тоже Хочу Как Нибудь Ближайшее Время Нанести Красный Заканчивается На разок Осталось Здесь Тоже В принципе Заканчивается Он Такой Хороший Для Много Чего Подходит Этот Очень Хороший Лак Общий Лак От Витекс Мне Подходит Нравится Тоже Пока Не Трогаем Вот Этот Я Его Точно Отдавать Никому Не Буду Он У Лаки У меня Не Пользуются Популярностью Для Разнообразия Был Как Вы Видите Какое То Количество Я Использовала Люкс Визаж И Оттеночек У Меня Оттеночек Оттеночек Какой Оттеночек Девочки А Вот 104 Я Не Знаю Разбавлять Может Быть Буду Не Буду Пока Еще Не Решила Но В Любом Случа Отдавать Никому Не Буду Пока Здесь Он Будет Стоять Вот В Этом Уголочке Там Посмотрим Может Быть Уйдет В Баночки Пустые Дальше Вот Этот Лак Хороший Я Его Люблю И Он В Принципе Вообще Не Проблемный Далее Идем 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 Дальше Так Мой Любимый Вот Этот Хороший Неплохой Такой Лак Хорошо Наносится Сохнет Оставляем Вот Этот Тоже Хороший То есть Я сейчас Так Постараюсь По-быстренькому Пройти Вот Этот По-моему Тоже Хороший Черный Нужин Люблю Ява Мозаик Еще Один Ява Мозаик Тоже Люблю Так Так Дальше Фармаси По-моему Тоже Он В один Слой Хорошо Себе Ведет Поэтому Оставлю Еще Один Фармаси Это У Меня Серый Лак От Витекс Хороший Хотя Цвет Мне не Особо Подходит Но Все Так По-свойствам Он Хороший Флормар Лак Оставляю Тоже Флормар Эссенс Эссенс Оставляю Нехороший Вот Этот Лак В ближайшее Время Наверное Тоже Мне стоит Нанести Вот И Если Все Так Он Тоже Такой По-свойствам Как И тот Который Только От Ставила Тоже От Меня Уйдет Этот Хороший В один Слое В два Слоя Хорошо Носится Хорошо Так Красный Есть Вот Этот Тоже Остается Так Этот Тоже Остается Этот Тоже Так Может быть Даже Нечего О Эсси Тоже Очень Хороший В один Слой Вообще Классно Держатся Блесточки Так Вот Этот Вот Как Новиночка Такая У меня Фаберлик Очень Хороший Люблю Вот Этот Обожаю Девочки Как-то Вообще В последнее Время Очень Его Люблю 611 Метеориты Люкс Визаж Класс Так Прозрачный Лак В принципе Даже Не помню Когда Последний Раз Его Использую Но Он Хороший Незубистел Тоже Белорусская Марка И Ну В общем-то Выбрасывать Не буду Отдавать Никому Тоже Не буду Вдруг Пригодится Вот Этот Вот Лак Сахарный Тоже Один Слой Хорошо Держится Ну И Все Это Здесь Покрытие И Вот Этот Вот Он У Нас Ой В общем-то Фаберлик Мне не очень нравится Здесь Маленькая Кисточка И В общем-то Какая-то Она И странная Непонятно Обрезанная Но Он Как бы Белый Но Не белый В общем-то Он не нужен Когда я использую Наклейки На ногти Так Ну Что у нас Получилось Я думала Сейчас Даже Несколько Лаков Отложу Но Нет 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 Девочки В общем-то Некоторые У меня Еще Под Вопросом Все-таки Первые Два Лака Такие Которые Следующие Прецеденты На Вылет Из Моего Такого Сейфа Лаков Это Вот Эти Два Вот И В общем-то Нужно Будет Мне их В ближайшее Время Нанести Может быть Вот этот Маникюр Когда Сотру Тогда Один Из этих Нанесу Тоже Посмотрю Как Они Себя Видут Если Точно Так же То В общем-то Стороночку Я их К первому Вот этому И отправлю Пока Тогда Остальные Вроде бы Более Неплохие Но Тоже В общем-то Не знаю Не могу Сказать По-моему Вроде бы Неплохие Но Тут Еще Несколько Заканчивается Классно Вот Этот Тоже Под Большим Вопросом Разводить Я его решила Не буду Потому что Тоже Как-то В ближайшее Время Мне Все-таки Наверное Не будет Времени На вот Это Вот Знаете С разведенным Лаком Что-то Выжимать Из него Последние Соки И так далее Все-таки Зеленый Цвет Не очень У меня Ходовый Не очень Люблю Так что В общем-то Тоже В один Из Ближайших Раз Когда Буду Делать Маникюр Я его Открою Посмотрю Если Сильно Ну уж Загустело Я отправлю Его В пустые Баночки И там Чуть подробнее С вами Поговорим Покажу Свочи Тоже Покажу Потому что Если вы Любите Например Такие Лаки То Вам Своч Будет Полезен Правильно Так что Будет В общем-то Видно Но Пока Расклад Такой А Вот Про Эти Еще Не Рассказала Это Алиэкспресс Кстати И Они Для Стемпинга Очень Хорош Я как-то Искала Долго Для Стемпинга Ничего Найти Не Могла А вот Эти Хорош Хорош Вот Так что Если вы Тоже Что-то Ищете Хочете Дешевое Попробовать Ну Напишите Мне Я вам Оставлю Тогда Ссылочку Если Никому Не Будет Это Интересно Я В общем-то И запариваться Не буду И искать Эти Ссылочки Не буду Потому что Покупала Давно Вот И В общем-то Наверное Будет Трудно Найти Но Если Все Так Понравится Кому Не Понравится Захочется Посмотреть И цены Либо Приобрести Вы мне Напишите Я Обязательно Скину Ссылочку А еще У нас Новый Ковер Появился Сегодня В общем-то Скрутили Старый Вымыли Полы Со Средством И Уложили Его Сейчас Вечер Может быть Не так Понятен Свет Но Конечно Классный Мне Очень Нравится Не знаю Когда Будут Ближайшие Наверное Покупки Для Дома Вот Когда Будут Тогда Наверное Подробнее Я вам Расскажу В каком Магазине Купили Но Это Для тех Кто В Финляндии Живет Так В общем-то Классно Выглядит Мне Нравится Вот Красота Ну Здесь В общем-то Вещи Лежат Набросала Летние Вещи Хочу Убрать Но Обнаружила Что Нет У меня Пакета Вакуумный И Тогда Уже Все Упакую И Уберу В общем-то Обратно Не хочу Нести В гардеробную Потому Что Получится Трата Времени Туда Сюда Носить И Принесла Пакетик Сейчас Хочу В нем Покопаться Посмотреть Что Здесь Есть В общем-то Здесь У меня Я сюда Складываю Пустую Косметику Декоративную Вот И Хочу Сейчас Посмотреть Хватит Ли Мне На Виде Потому Что Давно Что Я Складываю Складываю Я Уже Не Помню Что Здесь Есть Но Во-первых Небольшой Запас Есть Средств Это Не Средства Это Ватные Диски И Они Мои Самые Любимые Это 100% Хлопок Они Ну Такие Знаете Не Сильно Толстые Но По краям Прошиты Очень Хорошие Нежные Классные И Для Малыша Я Тоже Планирую Их Использовать Потому Что На Мой Вгляд Они Самые Самые Лучшие Я Редко Когда Кстати В Здесь Всего Лишь 80 Штук Но Они На Сам Деле Классные Так Есть Запас Зубных Щеток Еще Одна Давно Не Было Колгейт Щеток Так что Следующая Косметичка Так В общем То Ладно Сейчас На Камеру Это Все Разбирать Не Буду Что Здесь Есть Вот Достану Посмотрю Хватает Ли На Видео Если хватает То Может быть Как-нибудь Сниму В общем То Ладно Пока Отставлю Это В Сторон Сейчас Думаю С Вами Попрощаюсь Включу Сериал Какой Нибудь Расслаблюсь И Уже Завтра Смонтирую И Выложу На Канал Этот Влог Ну Это Все На Сегодня До Редактор субтитров